к нам поступил вопрос я не могу простить что делать давайте попробуем с вами определить несколько практических шагов на пути к прощению первый вопрос которым важно задаться это на основании чего ты не можешь простить скорее всего это связано наверное с твоими чувствами эмоциями потому что задета наше эго наш эгоизм наша гордость нам причинили боль и на основании этого мы как бы думаем что мы не можем простить является ли это правильным основанием следующий вопрос почему я должен простить для нас для всех людей а особенно для верующих барометром или руководством жизни является слово божье библия писание призывает нас прощать об этом очень ясно сказано и много раз сказано в библии и вся нам 432 написано будьте друг к другу добры сострадательны прощайте друг друга прощайте как и бог во христе простил вас вообще не прощение или обида я называю это духовное самоубийство это разрушает полностью тебя внутри это яд который просто без этого в этом состоянии невозможно мечтать о каком-то счастье мы должны простить кого-то даже не ради них делаем одолжение а ради тебя самого тебе в первую очередь это нужна свобода поэтому важно простить и отпустить почему я называю это духовным самоубийством потому что матфея 615 сказано если вы не будете прощать людей согрешений их то и отец ваш небесный не простит вам согрешений ваших задумайтесь друзья если бог не прощает нас тебя это просто тупик это путь в никуда в этом нет будущности поэтому нам очень важно прощать ну ладно ладно вы скажете я согласен надо прощать я понимаю но я не могу что делать в этом и есть суть проблемы вот мы с вами подходим практической развязки первый шаг это признание признание того что я сам не справляюсь я не могу хоть я и верующий возможно вы христианин я все понимаю но я не могу вот это признание это уже путь к победе это уже состояние смирения на которой бог обращает внимание и ценит это первое признать я сам не могу решить этот вопрос второе следующий шаг это выбор это реальный выбор и заявление в духовном мире что я выбираю простить этого человека да друзья именно выбор это решение духовный мир он очень реальный и нам важно в молитве провозгласить что я выбираю прощать этого человека я повинуюсь божьему слову потому что в этом выборе заключается именно вот это важное важное качество повиновения божьему слову без писания призывает нас к этому и мы повинуемся в жизни прощая других людей любовь друзья это кстати тоже выбор это не только чувство или романтика любовь это тоже выбор на примере иисуса христа который был на кресте мы видим что он простил своих врагов но я не думаю что его переполняли какие-то особые чувства какие-то позитивные эмоции там было выбор и решение господи прости ибо они не понимают что они делают в писании друзьям сказано что я все могу в укрепляющий меня господи этот стих еще раз подтверждает что да действительно сам ты не можешь простить но это место писания также означает что не просто я все могу что это значит я все могу это не значит что ты можешь спрыгнуть с крышей полететь не знаете что ты можешь поднять рукой от машину одной рукой это значит что я все могу с господом перенести и я все могу победить особенно любой грех иначе бог был бы несправедлив требуя от нас что-то что мы не можем победить не прощение это грех поэтому на основании этого стиха с божьей помощью мы можем победить и простить любого человека но с господом я все могу в укрепляющем меня господи поэтому друзья третий практический шаг что еще помимо вашего осознания дальше ваш выбор и провозглашение третий практический шаг на пути к прощению это молитесь за тех кто вас обидел называя их по именам матфея 5 44 написано любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас было ли такое в вашей жизни когда вы молились за тех людей которые вас обидели благословляли их называя их по именам это очень практически тактика которая работает это вот совет прямо из писания и слова божья во много могут давать совета в наставлении но это друзья прямо вот прямое решение инструкция как на практике слово божье советует нам справляться с этой проблемой я расскажу вам свидетельства из своей жизни когда-то я допустил мысль что я могу прощать не обижаюсь и у меня нет врагов и как только я допустил эту мысль сразу же на следующей неделе пришел тест меня пришла неприятность и я понял что я не могу простить этого человека мне было очень больно очень неожиданно и я боролся с этим чувством не было очень меня но давила я мучился я ходил неделю я знал что я должен простить но я как бы не мог я пытался молиться я вычитал это место писания но я не мог в молитве благословить этого человека я молился благодарил бога но как только приходило время вот назвать имя и сказать я его благословляю я не мог назвать это имя у меня пересыхало в горле как будто бы язык прилипал я не мог сказать я начинал молиться сначала как бы перемаливаясь все слово идет нормально нормально как только приходит время вот что нужно назвать имя человека сказать я его прощаю его благословляю снова как будто бы комок я не мог сказать кажется слова трудно было сказать и тогда я получил такое откровение в свой дух я сказал господи я выбираю прощать этого человека я осознаю что я возможно не хочу или не могу простить но я выбираю прощать и тогда я смог сказать имя этого человека и благословить его в молитве и сразу после этого друзья пришла такая легкость такое бремя спала с плеч я почувствовал снова радость и мир внутри поэтому благословляйте и молитесь за тех кто вас обижает это очень хорошая тактика друзья прощайте даже тогда когда у вас не просят прощения это тоже может быть преткновением а он у меня не просил прощения но для нас пример является снова христос веся на кресте у него никто не просил прощения но он снова сказал я прощаю врагов даже тогда когда они не просили об этом петр когда-то спросил у иисуса сколько раз господи нужно прощать обидчиков наших иисус ему сказал 70 раз по 70 но не добавил но только если они просят прощения прощайте друзья даже если не просят и последнее помните что иисус и вас простил иисус тебе простил очень много даже тогда когда ты не заслуживал прощения когда ты снова обижал бога оскорблял или людей обижал бог тебя простил поэтому если бог нас простил и многое простил то мы не имеем права не прощать других людей римлянам 12 18 написано если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми просите прощения даже иногда когда вы не виноваты чтобы с вашей стороны вы были в мире со всеми и прощайте прощайте еще раз прощайте потому что прощение друзья она не имеет ничего общего с чувствами с эмоциями прощение это выбор и повиновение его заповедям прощайте и будьте благословенны